добрый вечер друзья вот надеюсь слышно сейчас меня мари вы мне напишите пожалуйста пошли там какая-то а все отлично да извините просто у меня так не видно так а сейчас все да здравствуйте здравствуйте дорогие друзья слушатели прошу прощения у меня тут что-то на ноутбуке не включилась камера поэтому я с телефона буду но не важно вот позвольте представиться меня зовут никитин максим я адвокат и я сегодня проведу наш эфир по поводу по вопросу зачем психологу работать легально и также расскажу о нашем курсе по поводу правовой право регулирование деятельности психологов который мы анонсируем на июле август этого года на лето вот кратко расскажу о себе я адвокат с 2009 года у меня стаж адвокатской деятельности осуществляю представительство клиентов по гражданским делам по спорам там по семейным по спорам застройщиками и также осуществляю защиту по уголовным делам соответственно сегодня я расскажу основной вопрос почему нужно работать легально то есть какие есть риски какие есть пути регистрации немножко расскажу про договор с клиентом потому что это второй вопрос который мне всегда задают нужно ли это такое заключать договор с клиентома какой договор нужно ли заключать если ты работаешь там с юридическим лицом немножко остановлюсь на этом вопросе и если останется время наверное на ваш вопрос естественно отвечу если остается время, еще расскажу про вопросы слушателей, потому что в мае уже прошел первый курс мой, и там были достаточно интересные вопросы, и на их примере вы также сможете понять, вообще о чем я буду рассказывать на курсе. Почему, в принципе, я придумал этот курс, разработал, потому что где-то лет пять назад так случилось, что ко мне стали обращаться психологи, мои знакомые, друзья, и, соответственно, они спрашивали, как нам работать, мы берем деньги, мы никак не зарегистрированы, мы не платим налоги. То есть, стоит ли как-то регистрироваться, но тогда был, в принципе, единственный вариант этой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, тогда не было самозанятых, но вопросы возникали, потому что, ну, скажем, люди не знали, как регистрироваться, им казалось, это сложно, что нужно какую-то подготавливать отчетность, опять же, непонятно, сколько платить налогов, там, взносов и так далее. И, тем не менее, также были некоторые страхи, допустим, что вот сейчас мы зарегистрируемся, а у нас только там два-три клиента, вообще смысл нам регистрироваться, может быть, там работа не пойдет. Мы уже как-то, ну, уже зарегистрировались, уже сказали, что вот мы работаем, как нам закрыться. Нас вот сейчас посчитают, узнают, что вот мы ведем эту деятельность. В общем, различные были вопросы страхи, и, соответственно, я проводил очные вебинары, очные, вернее, семинары, ну, потом в связи с ковидом перешел в онлайн формат, ну, он так сейчас и остался, он более, мне кажется, даже удобный, ну, как для меня, так и для слушателей. Вот. Соответственно, еще лет пять назад, как я сказал, уже кроме как индивидуального предпринимателя, другого пути не было. Затем, в 2018 году приняли закон о самозанятых. Соответственно, сейчас есть два пути зарегистрироваться и работать легально. Это регистрация в качестве самозанятого, либо в качестве индивидуального предпринимателя. Да, есть еще такой, ну, некоторый, на мой взгляд, экзотический вариант. Это просто фиксировать своих клиентов, и потом в конце года подавать декларацию 3НДФЛ, и заплатить налог в размере 13%. Ну, я просто говорю об этом моменте, и способе, что он, в принципе, существует, ну, на мой взгляд, он, ну, несколько необычный, и, ну, я, конечно, не советую такой способ, хотя бы потому, что, мне кажется, проще заплатить 4%, чем заплатить 13%. Ну, вот как раз вот на прошлом курсе, на майском, был один из слушателей, который задавал как раз вопрос, а можно ли вот просто, ну, скажем, каким-то образом считать свои доходы, и потом с них заплатить налоги. Он не говорил по какой причине, ну, не знаю, может быть, я знаю, некоторые люди просто не хотят как-то связываться с приложениями, вот с какими-то электронными устройствами, потому что, понятное дело, что если ты регистрируешься, ты должен использовать мобильное устройство, и, соответственно, ты будешь связан с налоговой инспекцией через него. Может быть, в этом причина, не знаю, я не спрашивал, не интересовался, но, тем не менее, такой запрос был, и в теории это возможно. Ну, опять же, повторюсь, это, на мой взгляд, немножко неправильно, с юридической, с правой точки зрения, и это просто невыгодно, потому что, как вы понимаете, 4%, естественно, выгоднее платить, чем 13%. Вот, основной вопрос сегодняшнего эфира, и основной вопрос вообще всего курса, это зачем вообще необходима легализация деятельности психолога, либо другого помогающего специалиста, неважно, кого там, фотографа, массажиста, астролога, неважно, но в данном случае, поскольку вы, я так понимаю, все психологи, я говорю о психологах, потому что с точки зрения законодательства вы ведете предпринимательскую деятельность. Под предпринимательской деятельностью у нас гражданский кодекс понимает систематическую деятельность по выполнению работ, по продаже товаров или оказанию услуг, как в вашем случае, которые направлены на получение прибыли и, соответственно, подразумевает получение денег от клиентов. Соответственно, деятельность без регистрации у нас называется незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена соответствующая ответственность. Тоже на курсе будем разбирать всякие виды ответственности, но сразу скажу, у нас есть два вида ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Это административная ответственность и, соответственно, уголовная ответственность. Да, конечно, уголовная ответственность вряд ли применима, и, скорее, это административная ответственность, но, тем не менее, она есть, и об этом надо знать. Также, конечно, мы понимаем, что отдельно взятый психолог с заходом 100, не знаю, 150, 200 тысяч, неважно, он, скажем так, он не интересует налоговые органы, конечно, там вряд ли будет проводиться проверка и будет сидеть инспектор около вашего кабинета. Но, тем не менее, тоже я вот привожу пример, что этой весной были процессы, ну, вернее, пока не процессы, а были задержания и, скажем, новости о блогерах-миллионниках, там, о Блиновской, о другой. Конечно, у них другие доходы, но, тем не менее, ранее государство не интересовалось и ими. Сейчас дошел, как говорится, ход и до них. Может быть, не хватает каких-то технических средств, там, формирования баз, доходов, расходов и так далее. Но, тем не менее, вы тоже должны знать, что если вдруг вы работаете без регистрации в том или ином виде, то вы нарушаете законодательство. В целом, во многом, вот, по всему курсу и по сегодняшнему эфиру я буду говорить, возможно, о каких-то теоретических моментах нарушения законодательства. Может быть, они вас и не затронут. А может быть, и затронут. Но, тем не менее, мое дело рассказать о том, мое дело рассказать об этих моментах, о том, чтобы вы об них знали. что те или иные действия, они могут нарушать законодательство, и они предусматривают соответствующий вид ответственности. Так, поэтому, какие у нас шаги сделало, в принципе, государство, чтобы психологи и другие помогающие специалисты, ну и вообще люди, которые оказывают какие-либо услуги, вышли из тени. Ну, первым-наперым, это был приз, принят закон о самозанятых. В конце 2018 года он начал действовать. В 2019-го на 10 лет он принят пока. На 10 лет я имею в виду, что те положения, которые он предусматривает, ну, главным образом, людей интересует эта ставка налога. 4% от дохода с физических лиц и 6% от дохода от юридических лиц. То есть, эта ставка налога, она неизменна, и в течение 10 лет она не будет меняться. Ну, менялся. Вот, принят закон о самозанятых, соответственно, каждый может зарегистрироваться в довольно простом порядке и, соответственно, получать деньги, учитывать их, предоставлять информацию в налоговую инспекцию и платить налоги, и, как говорится, спать спокойно. Следующий момент – это возможное принятие закона о психологической помощи. Наверное, вы знаете или слышали, что в прошлом году осенью было обсуждение широкое законопроекта. Да, он там не был внесен в куздуму и пока немножко застопорился, но, тем не менее, те положения, которые он содержит и которые, возможно, войдут в окончательную редакцию, если он будет принят там в осенней сессии или в дальнейшем, то, скорее всего, они будут содержать требования, чтобы психолог был зарегистрирован в том или ином статусе. Наверняка это будет. Потому что, например, тот законопроект, который уже вносился давно-давно, вносился в 2014 году, ну и как-то он там так и остался не разработанный в Госдуме, он предусматривал, что психолог – это лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Ну, тогда еще не был самозанятых, но вот этот статус уже тогда был предусмотрен. Потом, возможно, будет сделано, опять же, я не знаю, и у вас, возможно, пока нет технической возможности. Скажем, будут учтены доходы и расходы. Или будут учтены доходы ваши официальные и операции по счетам. То есть, я имею в виду тот случай, что если у вас операции по счетам, условно говоря, там 100 тысяч в месяц, а ваш доход официальный 10 тысяч в месяц, то у налога возникнет вопрос, почему ваши операции по счетам настолько превышают ваш вот тот доход, который вы показываете. И вам будет просто вменен налог, исходя от тех приходов, которые у вас есть. Возможно, это будет, возможно, нет. Но, тем не менее, я в любом случае призываю работать легально, зарегистрироваться и платить установленные законным налоги. Также еще я говорю о некой ответственности, не только об административной или уголовной, я имею в виду ответственности со стороны государства, а о какой-то, можно сказать, социальной ответственности, потому что мы все понимаем, что мы должны платить, живя в обществе, живя в государстве, какие-то установленные налоги. Также вопрос взаимодействия с коллегами, вопросы, то есть ты как-то работаешь легально, нелегально, также, на мой взгляд, важен. И с этой точки зрения, также с точки зрения такой ответственности перед обществом, мне кажется, правильно работать легально и работать зарегистрированно в каком-то виде. И последний момент – это взаимоотношения с клиентом. Вернее, нет, даже это не последний момент, вернее, это последний момент, а перед этим еще момент какой-то, ну, вот ваше внутреннее, какого-то самосознания, как вы работаете. То есть если человек работает нелегально, возможно, у него есть какой-то страх рекламировать себя, продвигать как-то там, не знаю, в соцсетях, еще как-то, ну, не важно как. Потому что он подступно понимает, что вот он нарушает темы так или иначе, тем или иным образом закон. Поэтому здесь тоже это может ограничивать как-то развитие вашей практики. И, наконец, последний момент – это взаимоотношения с клиентом, потому что в случае какого-то конфликта с клиентом, он всегда будет говорить, ну, неважно, что он будет говорить там по сути клиент, вернее, по сути конфликта – это отдельный вопрос, это всегда индивидуально. Но если вы не зарегистрированы, и он об этом знает, ну, соответственно, он вам платит деньги, вы ему не выдаёте там никаким образом ни чек, ничего, он об этом знает, конечно, он в 99% случаев будет использовать этот момент как какой-то рычаг давления, как дополнительный аргумент, не относящийся к приметам вашего возможного конфликта, будет говорить, что вот, ах, ты работаешь нелегально, я на тебя в случае чего пожалуюсь, ты не платишь налоги и так далее. Просто вот это всегда бывает в случае сдачи аренды жилья. Если есть конфликт между арендатором и арендодателем, соответственно, арендатор всегда, если не заключён договор аренды официально, он всегда говорит, я, пожалуйста, на тебя в налогу, ты сдаёшь квартиру, не платишь налоги. Вот сколько ко мне люди не обращались, всегда вот в таких спорах этот момент присутствует. Ну и, кстати, это тоже, если вдруг вы сами сдаёте, там, или ваши близкие квартиру, также вы можете зарегистрироваться самозанятым и платить 4%, и будете защищены от таких возможных каких-то претензий или угроз ваших арендаторов. Поэтому тоже, ну, может быть, вы уже зарегистрированы, кто сдаёт, но если нет, подумайте, есть такой вариант. Что ещё я хотел сказать по этому поводу? Соответственно, по регистрации. Все вопросы по регистрации самозанятым, индивидуальным предпринимателям будем разбирать на нашем курсе. Тоже сейчас хотел кратко остановиться, буквально на 5 минуток, по программе курса по правовой грамотности психолога или иного помогающего специалиста. Соответственно, курс состоит из 5 занятий, из 5 эфиров. Будет проходить каждую среду в 19.00 июля-август, 12 июля, 12 июля начало, ну и, соответственно, потом каждую среду. Кроме, собственно, эфиров будут вам предоставлены документы. Это проекты договора с клиентом, отдельным эфиром. Вторым мы разберём договор с клиентом, со всеми замечаниями. Ну, соответственно, заранее будет предоставлен администратором вам проект документа. Возможно, у вас будут какие-то свои пожелания, предложения по этому поводу. Я ещё сегодня буду говорить про договор, но тем не менее. По поводу особенностей договора с юридическим лицом, и договора на какую-то групповую работу или на тренинг. И также будет предоставлен проект согласия на работу с несовершеннолетним клиентом. Вот. И, на мой взгляд, это даже более важный документ. Ну, не то, что важный, нельзя их так делить, важный или неважный, а в том плане, что это тот документ, который я всегда советую подписывать с родителями, если вы работаете с несовершеннолетним клиентом, потому что вот было вот прям за последнее время ко мне несколько обращений, именно вот по конфликту, ну, не по конфликту, а именно по какому-то спору с родителями подростка, и он всегда касается двух случаев. То есть, либо подросток забывает приходить, забывает предупредить о том, что он не придёт, и возникает вопрос родителям об оплате, об оплате пропущенной сессии. Это первый момент, и второй момент, это о конфиденциальности. Соответственно, родители, мама, папа, неважно, они в определённый момент хотят знать, о чём говорит с вами их ребёнок. И тоже возникают некоторые вопросы, естественно, вы не можете раскрывать содержание сессии, ваших бесед с подростком. Родителям интересно это узнать, или они не понимают, к чему идёт ваша работа, или наоборот, у них какие-то свои мысли, неважно. Но появляются претензии к психологу, а расскажи, грубо говоря, чем вы там занимаетесь, что вы там обсуждаете. Соответственно, подписание в начале работы с родителем согласия, которое содержит соответствующие предупреждения и обязанности родителя, в том числе в этом плане, оно как-то предотвращает и сразу ставит границы между вами и родителем и защищает от таких каких-то вопросов и, возможно, даже претензии родителя. Соответственно, проекты этих всех документов будут и, возможно, если будет запрос, я сделаю, потому что тоже у меня обращались в последнее время, на прошлом курсе я этого не делал, но если будет запрос, это проект именно оферты договора с клиентом, если кто-то предполагает продавать свои услуги через сайт, то есть продавать онлайн путем оплаты через сайт и путем предложения оферты своих услуг через сайт. Возможно, такой вариант. А так, пять занятий. Первое будет посвящено собственно основному вопросу, о чем я сейчас говорил, зачем в принципе нужна легализация деятельности и каким образом это возможно. То есть вопрос регистрации самозанятым или индивидуальным предпринимателем. В чем отличие, какие есть критерии и, соответственно, в зависимости от того, на каком вы сейчас этапе, сколько у вас клиентов, ну и забегая вперед, на самом деле, какой у вас доход, вы сможете выбрать, нужно ли вам регистрироваться самозанятым или нужно вам зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Естественно, самозанятым это более простой вариант, но в любом случае это вот первое занятие, первый эфир, он самый большой и объемный. я расскажу о всех нюансах, о порядке регистрации, о порядке работы, учета денежных средств, отправке чеков клиентов, если это самозанятый, ну и, соответственно, о прекращении статуса, если это вдруг потребуется. Вот, второй эфир посвящен как раз договорам с клиентом, нужно ли заключать договор, все пункты договора, договор с юрлицом, соответственно, на групповую работу или на тренинг и согласие с несовершеннолетним. И отдельный вопрос, если, который посвящен конфликту с клиентом, соответственно, если клиент подает на вас в суд, ну это прям такой плохой вариант, либо он угрожает подать в суд, либо написал какую-то претензию, еще что-то. Вот всем этим вопросом, то есть, в принципе, чтобы вы знали и были готовы к этому процессу, если он вдруг, не дай бог, будет. Опять же, тот момент, допустим, вы приходите в почтовый ящик и там получаете, находите повестку в суд. В принципе, что вам делать? Об этих всех моментах поговорим, я все подробно расскажу. Сразу забегая вперед, скажу, что, конечно, суд клиента с психологом, это достаточно проблематичный для клиента суд. Я сразу ставлю всегда, вот когда обращается ко мне клиент, неважно к какому вопросу, естественно, я тоже готовлюсь и ставлю в том числе себя на противоположную сторону. И вот в данном случае, если бы ко мне обратился клиент, ну любого психолога, неважно, и попросил бы, что вот он хочет подать на психолога в суд, ну я сразу бы сказал, что это довольно проблематично, как и сама подача в суд на психолога, начиная с того, что нужно знать хотя бы адрес, адрес регистрации психолога, иначе непонятно, в какой суд на него подавать. Ну и заканчивая доказательствами, договором и так далее. Ну и в принципе, скажем, суммы денежных средств, потому что, естественно, если человек подает в суд, мы всегда говорим о деньгах. Подавать в суд из-за трех, четырех, пяти, ну у каждого, не знаю, сколько стоит сессия, ну достаточно, прямо скажу, неразумно. Вот, поэтому с этой точки зрения вы, скажем так, ну более защищенный, на более защищенной стороне, но тем не менее, я рассказываю о том, как может быть, потому что иногда на самом деле, ну как сказать, я даже выступаю не как юрист, не как адвокат, когда ко мне люди обращаются, а больше, ну даже не знаю, как это назвать, ну скажем, я исходя из своего опыта просто успокаиваю человека, который, ну скажем, первый раз встречается там с нашими правоохранительными органами или судебной системой, ну потому что большинство людей, допустим, они там никогда не ходили в суд, они вообще не знают, и когда их вызывают в суд или там куда-то, ну естественно, может быть не естественно, но в общем, почти всегда у человека возникает некий страх, вот, иногда моя задача просто объяснить, как это все будет происходить, я даже иногда не хожу сам с человеком, ну, чтобы он немножко успокоился, он понимал, что он не преступник, ему ничего не грозит, ну максимум ему грозит там штраф, не знаю, 500 тысяч рублей, 5 тысяч пусть рублей, но тем не менее, ну тут это не конец света и не прям сильно большая проблема, вот, поэтому и в части наших вопросов по теме курса я также, ну скажем, просто хочу дать некоторую информацию вам, чтобы вы и обладали, и в случае, если вы попадаете в такую ситуацию, ну скажем, не сильно переживали и знали, что максимум, что вы потеряете, это какое-то небольшое количество денежных средств, опять же, если вы что-то нарушили, если вы ничего не нарушили, вы сходите, дадите соответствующее объяснение и на этом закончится, ну вот для примера, даже расскажу недавнее обращение, обратилась тоже ко мне женщина, у нее дочка украла что-то в магазине, ну не помню что, в общем, на небольшую сумму, ну соответственно, она, естественно, она не привлекается за кражу, потому что она ребенок, не помню, там 10 или 11 лет, но тем не менее, ее вызывали вместе с дочкой на комиссию по делам несовершеннолетних, по делам несовершеннолетних, вот, и она очень переживала, как это будет все происходить, какие вопросы будут задавать, вот там, будут ли там к ней приезжать, мало ли поставят, или берут ребенка на учет, ну, то есть, когда человек с этим не сталкивается, хотя этот случай, он может быть, я не говорю там о неблагополучных семьях, там, где подростки курят, пьют, и так далее, а вот такой единичный случай, он может быть в каком-то второсковом возрасте, вот, и он, в принципе, он не влечет, и в данном случае, он тоже не повлек никаких последствий, там, девочку не поставили на учет, но тем не менее, естественно, мама очень волновалась, как бы обычная приличная семья, и вот такой случай, вот, поэтому я говорю, в данном случае, вот, моя задача, моя работа, может быть, даже не пойти с ней на эту комиссию, а просто успокоить и рассказать, как это все будет происходить. Так, ну, вот, соответственно, второй эфир будет посвящен, в том числе, возможному суду с клиентом. Третья встреча посвящена видам ответственности за нарушение законодательства, это вот как раз административно-уголовная за незаконную предпринимательскую деятельность, за неуплату налогов. Ну, опять же, сразу скажу, к вам это не будет относиться именно к уголовной ответственности, только по той причине, что там должны быть миллионные суммы, может быть, даже десятки миллионов дохода. И, соответственно, ответственность за какие-то нарушения по вашей деятельности, уже в качестве зарегистрированного лица, там, самозанятого или предпринимателя, за нарушение сроков неуплаты налогов или предоставление какой-то отчетности, если вы ИП. Вот, также расскажу об этих видах ответственности, там немного, и, в принципе, просто нужно соблюдать определенные сроки, цифры, и также вы не подпадете под эту ответственность. также расскажу, опять же, на всякий случай, если к вам вдруг придет проверка или поступит какой-то запрос из правоохранительных или каких-то контролирующих органов, как себя вести, как отвечать на такие запросы. Вот, другой момент, это по поводу вопросов конфиденциальности информации о преступлениях клиента или о преступлениях, которым подвергается клиент. Ну, я тут говорю или о бытовом насилии, или о сексуальном насилии, или еще о каких-то преступлениях, и в том числе о каких-то суицидальных моментах. Да, это не преступления, но, тем не менее, это в той же теме. Расскажу, то есть, есть ли обязанность психолога сообщать кому-либо, там, родственникам, полиции, опеке, еще кому-то, о таких случаях, и, соответственно, есть ли ответственность у психолога за несообщение, как себя вести, если вдруг вы узнали из общения, из работы с клиентом о таких случаях. Так, и четвертая встреча будет посвящена вопросам обучающей деятельности, если вы вдруг ведете или планируете вести какие-то тренинги, также там семинары, вебинары, группы, то есть, нужно ли получать лицензию, те вопросы, которые посвящены именно вот, чтобы ваша деятельность не попала под образовательную деятельность и, соответственно, не потребовала получения лицензии. Эти моменты и пару более узких вопросов там по поводу получения денег из-за границы, вообще работы с клиентами из-за границы, ну, и возможного там, возможной релокации, соответственно, что делать с вашим статусом и как платить налоги, если вы вдруг уедете там на время или навсегда, соответственно, за границу. И последний эфир посвящен вашим вопросам, кейсам, кейсам каким-то, вот в прошлый раз сначала неактивно люди, слушатели, как-то присылали эти кейсы, но в итоге прям под пятый эфир набралось там, не помню, уже, по-моему, по тридцать вопросов и, в общем, тоже мы два часа провели, разбирая все эти вопросы, я отвечал на вопросы слушателей. Вот, это что касается курса. Поэтому, конечно, приходите, я вас всех призываю прослушать, чтобы вы просто знали, я даже не знаю, естественно, там регистрироваться или не регистрироваться, это я говорю, что это более правильно, это, естественно, выбор каждого. Мое дело дать вам соответствующую информацию, но в любом случае некоторые вопросы вот именно по вашей деятельности с клиентами, я думаю, будет вам интересно прослушать и вы сможете прям применять в своей практике. Ну, естественно, если вы будете регистрироваться, конечно, вам тоже надо знать в каком статусе ИП или самозанятый выбрать и, соответственно, как зарегистрироваться и как платить налоги. Поэтому приходите. Так, что еще хотят? А, еще забыл, да, еще в четвертом курсе будет, я расскажу о понятиях психолог и психотерапевт и вообще немножко больше вот о законопроекте о психологической помощи населению, который не приняли, но насколько просто есть у нас такой депутат Останина в Госдуме, который курирует этот вопрос и судя по ее выступлениям, сейчас опять же рабочая группа продолжает свою работу, но сейчас лето и к осенней сессии они опять хотят какой-то текст представить. Потому что тот текст, который был представлен в прошлом году осенью, он, конечно, прям совсем не соответствовал интересам психологов, ни с точки зрения меня, допустим, как юриста, как адвоката, он, ну, скажем, был совсем был непроработан и я тоже участвовал там в круглых столах с участием агрегаторов, там на ютюбе есть в редакции программа большая, там, если захотите найдете. И, скажем так, ну, я имею в виду непроработан в том плане, что многие положения, они были достаточно декларативны, то есть есть какое-то положение, но как оно будет реализовано, закон не предусматривал. Допустим, там, предусматривается орган, который будет контролировать деятельность психологов, ну, допустим, там, деятельность адвокатов регулирует Минюст, Министерство юстиции. Здесь же тоже, на мой взгляд, нужно прямо указать, какой будет орган, если это предусматривает государство, что он будет регулировать вашу деятельность, но вы так и скажи, пропишите прямо в законе, там, будет это Минздрав, или будет это МЧС, ну, потому что мы сейчас, конечно, все говорим о частнопрактикующих психологах, но закон-то он будет распространяться в том числе и на психологов МЧС, или иных психологов, которые работают в системе государства, или в каких-то образовательных организациях, и так далее. А тут не будет принято два закона отдельно для частнопрактикующих психологов, и отдельно для государственных. Вот, поэтому, если государство собралось это регулировать, мне кажется, прямо надо сразу и прописать, какой орган будет издавать в дальнейшем какие-то подзаконные акты, регулирующие деятельность, чтобы сразу люди это понимали. Вот, это с точки зрения проработки именно закона, ну, а с точки зрения вот вашей работы и определений вообще, и требований, которые предусматривал, ну, по крайней мере, вот тот текст, который обсуждали осенью, также было слишком излишнее количество требований к вам. Я говорю, например, о требовании о стажировке. Было, было там положение, что все психологи должны будут пройти стажировку. Я понимаю просто, что вот этот текст и тот даже текст, который вот 2014 года, он списан в закон об адвокатуре. вот прям вот с моего закона. Но надо понимать, что институт адвокатуры, он старинный, он уже устоялся. Там еще, не знаю, с дореволюционной России, там потом советский период. И сейчас, ну, какие-то отношения и регулирование этой деятельности, оно уже было. Скажем, регулирование вашей деятельности, как частно практикующих психологов, ну, вообще ваша деятельность, она по факту началась там лет 20 назад. и просто механически перенести положение закона об адвокатуре на психологов, ну, это невозможно. Но он прям вот очень, очень, прям очень похож, там, не знаю, на 70, на 80 процентов он повторяет. Я прям уверен, что он оттуда списан. Я к тому, что вот, допустим, даже вопрос о стажировке, он непонятен, потому что непонятно, а где взять тогда вот этих первых, ну, как я их называю в кавычках, суперпсихологов, у которых будут стажироваться все остальные. Вот кто будет определять эти 500 тысяч человек, не знаю, на основании каких критериев. Ну, вот, скажем, вот даже вот такой момент, он говорит о том, что закон не проработал. Ну, и вообще, это излишние, какие-то излишние, он предусматривал требования к психологам, которые, на мой взгляд, просто не нужны. Так, ну, в любом случае, повторюсь, об этом тоже поговорим, потому что требования, например, о образовании, они все равно войдут, где-то 100%, и вы также должны об этом знать, что каким-то определенным требованиям вы должны будете соответствовать. Хотя, возможно, может быть, я тут тоже забегаю вперед, и даже осенью не будет внесен никакой законопроект, и это опять все было отложиться на более долгий срок. Потому что я тоже тут встречал мнения психологов, которые говорят, нам вообще никакой закон не нужен, ну, вот лучше вот так вот, лучше никто нас, как говорится, не трогает, нет никаких норм, нет никаких стандартов, критериев, и мы и так все отлично работаем, в рамках того подхода, в котором мы работаем, ну, и каких-то объединений, в которых состоим. Такое мнение тоже есть. Так, по поводу курса я сказал, давайте еще расскажу по поводу договора, немножко коснусь, естественно, мы не будем сейчас обсуждать прям какие-то конкретные нормы. Вот и положение, но, в принципе, расскажу, нужен ли договор, и, в принципе, есть ли какая-то обязанность заключать договор с клиентом, или вы сами это решаете. Вот, что у нас такое вообще договор? Договор – это соглашение о правах и обязанностях, которые заключают две стороны, ну, то есть, вы и клиент. То есть, в принципе, это те договоренности, которые вы достигли с клиентом, вы их облекаете в письменную форму, ну, и, соответственно, подписываете. Обязанности заключать договор нет за исключением договора с юридическим лицом. Если вы вдруг работаете с юридическим лицом, там, оказываете услуги для их сотрудников, руководства, не важно, то тогда вы будете заключать договор. В этом плане тоже, кстати, если возвращаясь вопрос к легализации, то, конечно, юридические лица, они более охотно работают ну, либо с ИП, либо с самозанятыми, ну, то есть, хотя бы с лицами, которые хоть как, ну, не то, что хоть как-то, а которые зарегистрированы, чем просто с частными лицами. Прошу прощения. Вот. Соответственно, если вы работаете просто с физическими лицами, с частными лицами, то в обязанности заключать договор нет. И вы можете заключать, можете не заключать, в зависимости от того, ну, какие у вас договоренности с клиентом. Тут тоже, мне кажется, вот прям, ну, как-то на первой сессии заключать договор с клиентом, ну, не то, что нет смысла, а в том плане, вот подумайте о чем, что человек и так пришел к вам с некоторой проблемой, и, ну, он вас не знает, может быть, стесняется и так далее, и тут вы ему говорите там, здравствуйте, а давайте-ка сначала заключим договор, и такие там на пять страниц с десятым шрифтом ему выкладываете бумаги. Ну, мне кажется, тут вы ему наоборот какую-то еще новую проблему. приносите, вместо того, чтобы, ну, как-то решать ту проблему, с которой он пришел. вот, мне кажется, прям вот на первой встрече предлагать заключать договор не нужно, вы можете просто обмолвиться, что ну, такая возможность есть, но уже в дальнейшем либо вернуться к этому вопросу, либо, ну, либо не возвращаться, потому что, если клиент не будет нарушать ваши договоренности, как бы работа идет, все нормально, может быть, нет необходимости заключать какой-то письменный договор. что еще хотел сказать по договору, по поводу работы с группой, вот как раз если вы работаете с группой, может быть, тогда договор зубцов. Так, сейчас прошу прощения, у меня прям с горлом, я буквально одну минутку. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу прощения, что-то у меня прям вот горло село сегодня. Вот, по поводу договора с группой. Да, прошу прощения, что-то у меня сегодня прям горло село. Пошел выпил немножко воды теплой. По поводу договора с группой. Если вы ведете группу, особенно долгосрочную, то может быть как раз в данном случае стоит заключать договор, чтобы у каждого участника было понимание, что у него одинаковые права. И в случае, если он вдруг выходит, потому что если у вас долгосрочная работа, там на полгода или более, чтобы не возникало вопросов, там, возвратите деньги за предыдущие занятия или каких-то других вопросов, вот именно финансовых. Опять же, если вдруг группа предусматривает возможность исключения участника из группы, чтобы эти моменты были заранее оговорены и заранее как-то подписаны, закреплены. Поэтому тут, естественно, вы сами решаете и решаете там со своими клиентами, нужно ли это. Но я всегда предлагаю подумать именно в данном случае по возможности заключать договор. Опять же, повторюсь, если вы, это долгосрочная работа и человек вам платит, платит деньги, то в случае выхода и, возможно, какого-то конфликта, естественно, встанет вопрос о возврате этих денег. В данном случае соответствующий договор, он защитит ваши права и вы всегда можете сослаться, что вы в каком-то случае деньги не возвращаются. Ну и в любом случае договор он некоторым образом укрепляет и ставит какие-то границы. В том случае, если клиент там забывчивый и забывает оплатить пропущенную сессию, там забывает предупредить о чем-то, ну, естественно, там, что он не придет или переносит сессию, в данном случае всегда вы можете обратиться к договору и сказать там уважаемый клиент, видите, мы обо всем договорились заранее и вы предупреждались о таких условиях работы. Вот. В принципе, это основное. Конкретные условия договора, повторюсь, мы будем разбирать на курсе. Так, поэтому на сегодня я хотел бы услышать ваши вопросы, если они есть, прям по эфиру, может быть, ко мне какие-то, по курсу, и потом, если останется время, если у меня прям горло сейчас не заболит, я прям немножко, несколько кейсов с прошлого курса расскажу вам. Да. Так, только вот рука была поднята. Мария, вы мне тогда помогите с вопросом. Я вот, я вроде нажал, но не слышно. не слышно. Не слышно. Я не слышно. Ты – себя в tragedе. Не слышно. Не слышно. Именно. Спасибо. Спасибо, что нет вопросов от вас. Давайте тогда я расскажу. Сейчас открою, секунду, про те вопросы, которые были. Так, был вопрос вот как раз по поводу работы с подростком, с несовершеннолетней девочкой, и, соответственно, мама девочки через какое-то время стала интересоваться содержанием бесед психолога с ней, и после отказа психолога рассказать, стала предъявлять претензии, в том числе по поводу работы. Спасибо. Соответственно, в том случае было подписано согласие о работе с несовершеннолетним ребенком, которое предусматривало в том числе право психолога не разглашать информацию, ну и о чем было сказано матери девочки, ну и, соответственно, были ссылки на этический кодекс психолога, который также не позволяет рассказывать, соответственно, содержание работы. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. .... Как это объясняет ... Был в вопросе написано ... Приставать к ней ... Тут конечно вопрос индивидуальный ... А именно как действовать к психологу ... Ну психолог не обязан, скажем так … counties о каких-то таких случаях ... juicyías в правоохранительные органы или еще куда-то ... Тоже повторюсь прям подробно, со всеми статьями расскажу. Но тут еще надо понимать, что любое обращение в правоохранительные органы – это заявление о преступлении. Ну, то есть, если вы приходите в полицию и говорите, вот, я хочу написать заявление, вы должны понимать, что вы пишете заявление о преступлении. Соответственно, вы обвиняете кого-то в преступлении. Поэтому надо понимать, что, во-первых, вы должны знать, кого вы. Ну, то есть, вы должны говорить о каком-то конкретном человеке, вы должны знать его фамилиями, отчества, ну, и как его найти. Потому что, если просто прийти и сказать, а вот мне клиент рассказал, что кто-то ее преследует и угрожает, ну, такое заявление, оно достаточно в мере абсурдное, и у вас его просто не примут. Ну, и никакой работы по нему не будет. Это один момент. Второй момент. Вы также должны учитывать в том числе и желание клиента и, скажем, его согласие, чтобы, в принципе, он соглашался, что вы пойдете писать куда-то заявление о его жизни. Тут тоже надо немножко соблюдать какой-то баланс и в том числе интересов клиента. И также надо помнить о том, что, возможно, ну, тут вам, конечно, виднее, исходя из вашей работы, исходя из вашего опыта, возможно, клиент это вообще придумывает. Поэтому, обращаясь в какие-то государственные органы и тем более в полицию, ну, нужно 10 раз подумать, что вы точно уверены, ну, во-первых, что какие-то обстоятельства имели место быть, в том, что клиент, в принципе, согласен, что вы их, ну, по факту обнародуете, по факту вы обнародуете, ну, данные о личной жизни, о частной жизни клиента, и он не против. Вот, а это по поводу каких-то, скажем так, каких-то действий, которых клиент рассказывает, ну, или жалуется на кого-то вам. Также вопрос о несовершеннолетних. Важно ли, кто оплачивает услуги, то есть должны ли оплачивать родители услуги, или может сам несовершеннолетний оплачивать, или вообще, ну, какое-то третье лицо, ну, вот как здесь у меня было в вопросе. Вот, и, соответственно, потом у родителей возник вопрос, что кто-то иной оплачивал услуги за его ребенка. То есть какие в этом нарушения, и важно ли спрашивать, какие документы у ребенка. Тут тоже могу сказать, что, ну, надо начинать, на мой взгляд, как я уже говорил, с согласия на работу с ребенком. Ну, потому что обычная ситуация, конечно, что родители приходят с ребенком, и, соответственно, они потом либо сами оплачивают, ну, либо дают деньги ребенку. Если вдруг несовершеннолетние, ну, несовершеннолетние до 18 лет у нас приходят самостоятельно и обращаются к вам за вашими услугами, тут есть некоторый риск, потому что, в принципе, у нас сделки, договор с вами – это сделка, соответственно, каждое лицо может заключать с 18 лет. Несовершеннолетние у нас вправе заключать только мелкие бытовые сделки. Ну, сейчас не буду долго рассказывать, что под этим подразумевает законодательство. Ну, грубо говоря, это там поход в кино или там покупка мороженого, или, не знаю, покупка игрушки какой-то там яркой. Ну, в общем, постоянная работа с психологом под мелкие бытовые сделки точно не подходит. Поэтому здесь есть некий риск, опять же, скажу теоретически, что потом придет родитель и скажет, а я вот эти деньги давал совсем на другое, а не на работу с психологом. Опять же, лучше, конечно, чтобы это было незначально, родители об этом знали. Вот. Ну, а по поводу того, что вот в данном вопросе, что, в принципе, работу с несовершеннолетним оплатил какое-то третье лицо, а потом были претензии у родителя, ну, тут вопрос, если это претензия о возврате денежных средств, то, конечно, она необоснована, поскольку не родитель платил. И тут некий вопрос, в том числе и к родителю, почему какое-то третье лицо постороннее приходит с его ребенком и приводит его к психологу и оплачивает эти услуги. Ну, в любом случае, тут какой-то ответственности, какого-то вопроса как раз к психологу-то нет. Так, был вопрос, если клиенту стало плохо на приеме, упал в обморок и так далее, может ли это служить основанием для претензии какой-то к психологу? Вот. Соответственно, нет, никаких претензий не может быть. Ну, и претензии, естественно, у любого человека могут быть к любому другому человеку, но чисто с юридической точки зрения нет претензий, никакого каких-то исков, каких-то материальных требований к психологу не может быть. И опять же, я уверен, что невозможно связать в данном случае, как в вопросе падения в обморок именно с оказанием услуг психолога. Я просто тут вот каждый раз вспоминаю, я ребенка водил, там анализы сдавать, у него брали кровь из вены, и после выхода из кабинета вот ему поплохело, и он прям вот так вот, ну, в смысле не можно сказать, а упал в обморок, и вот прям свалился на лавочке. В данном случае так же вряд ли можно предъявить какие-то претензии к поликлинике по этому поводу. Ну, это какие-то индивидуальные особенности организма, исходя в данном случае из какого-то медицинского даже вмешательства, но в вашем случае нет. Естественно, никаких претензий, если клиенту стало плохо, к вам предъявлены быть не могут. Также вот был вопрос, и мы будем разбирать по поводу преступления, то есть если вдруг психологу становится известно о каких-то намерениях совершить преступления клиентам. Должен ли он куда-то сообщать, ну, в данном случае, наверное, про хранитель органа, естественно, или не должен. Вот, соответственно, нет. В данном случае сообщать он никуда не должен. Есть исключения, есть соответствующая статья о уголовном кодексе. Там есть ряд преступлений, но в основном эти преступления связаны с преступлением против государственной власти, то есть терроризм, мятеж, захват заложников, там радиоактивные материалы и так далее. Вот, это именно вот о таких преступлениях, там порядка 10 преступлений, о них психолог, ну, в принципе, не то, что психолог, а вообще любой человек, любой гражданин, он обязан сообщить правоохранительные органы, полицию. Вот, о каких-то других преступлениях обязанности сообщать нет. Ну, и, соответственно, ответственности нет. Был вопрос с правовой точки зрения, может ли психолог оказывать психологические услуги несовершеннолетнему, который нуждается в этом, но чьи родители против? Ну, тут тоже такая неоднозначная ситуация с несовершеннолетними. Ну, на мой взгляд, если родители против, ну, опять же, ну, опять, это чисто мое мнение, то, наверное, не стоит работать, оказывать услуги такому несовершеннолетнему клиенту. Потому что, опять же, тогда вопрос возникает, а кто платит за ваши услуги? Если это платят родители, ну, тогда очевидно, что они не против. Если это платит и за сам подросток, то вопрос, откуда он берет эти деньги. Вот был еще вопрос интересный по поводу того, что если вдруг клиент просит у вас письменно оформить какие-то рекомендации или дать какое-то заключение, ну, или говорит, или не говорит, для чего. Ну, обычно, и вот в данном случае, как слушатель задал вопрос, это для предоставления в суд. Обычно это также просят заключение по детям. Ну, соответственно, процесс по поводу либо порядка общения с детьми, либо по поводу места жительства детей с отцом или с матерью. Вот. И какие последствия будут ли вас потом вызывать в суд, должны ли выходить. Естественно, вы как психолог и в любом случае как специалист, вы вправе давать хоть устное заключение, хоть письменное. Вот. Вы его просто подписываете и вы являетесь психологом на основании, несмотря на то, что у нас нет закона психологической помощи, но в любом случае вы являетесь психологом на основании того документа об образовании, который у вас есть. Вот. По поводу потом дальнейшего вызова в суд, это ваше право. У нас по гражданским делам нет обязательного, нет ни обязанности ходить в суд. То есть, если вы согласны потом сходить в суд как свидетель и пояснить по поводу своего заключения, то вы идете. Если вы не согласны, то вы не идете. Ну, я к чему это говорю? Потому что выдача такого заключения, оно вас не обязывает прийти в суд. Потому что даже если какая-то из сторон будет просить, чтобы суд вас вызвал, суд скажет, у нас гражданский процесс, каждая сторона сама вызывает своих свидетелей. Вот. Неважно, психолог это, сосед, там свидетели аварии, неважно. По гражданским делам суд не вызывает. Ну, опять же повторюсь, мало ли сейчас скажет, кто-нибудь, что в суд вправе вызвать. Естественно, да, суд, он может, но вот я больше 20 лет хожу по судам, по гражданским делам каждая сторона приводит свидетелей сама. Это не уголовное дело. Вот. Поэтому обязанности и последствия потом приходить в суд у вас нет. так, еще было несколько вопросов по работе с ЛГБТ-клиентами. Тут не буду прямо сейчас останавливаться, потому что я тут смотрю, ссылался я там и на статьи и кодекса об инспортивных правонарушениях и на постановлении судов. Это немножко надолго, но тоже, если будут такие вопросы, соответственно, я отвечу. какая ответственность теоретически может грозить. Ну, не то, что за работу, собственно, за работу нет никакой ответственности, а именно, чтобы вашу работу не посчитали пропагандой нетрадициональных сексуальных отношений или предпочтений. Вот. Смотрите, друзья, у меня на самом деле на сегодня все, поэтому, если есть вопросы, задавайте, если нету, то тогда всем спасибо. спасибо. субтитры сделал DimaTorzok. Да, Мария, спасибо. Вот мне подсказывают, что вопросов нету, поэтому всем спасибо, что слушали, что сегодня потратили время, пришли. на ссылки в канале, на ссылке в канале увидите объявления о курсе, записывайтесь, приходите, расскажу обо всем подробнее, буду рад поделиться своими знаниями, информацией, по всем вопросам, которые регулируют именно с правовой точки зрения вашу деятельность. поэтому всем спасибо и хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok